Район Джемете. Комплект стандартный. Бревна и палки. Пластик, в основном упаковка. Консервные банки, пляжные тапки. За 4 дня муниципальные службы вывезли порядка 140 тонн мусора. Специалисты говорят, что для лета это очень много. И далеко не факт, что со следующим штормом не выбросит еще. В таком количестве на протяжении трех лет уже не было. Я думаю, что, скорее всего, это какие-то донные отложения. То, что залегло на дне и выбросило. Юго-восток дул, да, волна поднялась и у нас такой малой. Случился катаклизм. Днем собирается тот мусор, который лежит на берегу в куче. Ночью вывозится тяжелой техникой. Бревна и ветки смывают с гор дождевыми потоками. Обычно пик таких выбросов приходится на весну. В этом же году погода на побережье резко изменилась. Часть мусора оказывается за бортами кораблей. Местный, в кавычках, производитель также представлен достаточно широко. Работа идет на 16 километрах песчаных пляжей. Рецеп с говорящим названием «Бурлак» в районе Витязева уже практически полный. Сейчас он весит порядка 5-6 тонн. Его тянут два трактора. Они не вязнут в песке. Такую схему здесь называют оптимальной. Надежда Мангушева работает на пляже больше 10 лет. Основные инструменты – руки и иногда грабли. Когда машины собираешь, много песка уходит. Я привыкла, мне нет. А вообще тяжело очень. В городских службах пояснили, что хотят рывком справиться с выбросом мусора, чтобы потом просто поддерживать чистоту. Вместе с тем, какие еще неприятные сюрпризы готовит море, никто предсказывать не берется. Работа ночному дозору найдется в любом случае. Вопрос в ее объемах. Корректор А.Кулакова